Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные товарищи. Я прошу депутатов зарегистрироваться карточками. Уважаемые коллеги, из 27 депутатов на сегодняшнем заседании присутствует 25. Мы можем начинать нашу работу, то есть заседание 25-й сессии Народного Урала Парламента Республики Поломки. И поэтому я наше заседание объявляю открытым. Для приветствия государственных силов, прошу конец. Продолжение следует... 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 а также выполнение национальной цели развития остаются у нас приоритетными. Для рассмотрения первым членом предлагаются следующие параметры. Доходная и расходная часть предлагаются в следующих объемах. На 2022 год предлагается доходная часть в объеме 19,844 млн. рублей, на 2023 год 20,280 млн. рублей, на 2024 год 20,880 млн. рублей. Расходы на 2022 год предлагают в объеме 20,880 млн. рублей, на 2023 год 20,480 млн. рублей, на 2024 год 20,752 млн. рублей. И соответственно на 2023 год предлагается дефекты по объеме 20,440 млн. рублей, а в 2024 год против 35,2 млн. рублей. В доходной части бюджета объем налогов и налоговых доходов предлагается в объеме на 2022 год 9,360 млн. рублей, на 2023 год 9,898 млн. рублей, на 2024 год 10,353 млн. рублей. В структуре налогов и налоговых доходов более 98% занимает это налоговые доходы. Если по суммам на 2022 год это 9,21 млн. рублей, на 2023 год 9,639 млн. рублей, на 2024 год 10,194 млн. рублей. Неналоговые доходы не занимают чуть более полутора процентов, если в абсолютном выражении это почти по 159 млн. рублей ежегодно предлагается утвердить приемы на трехлетнем цикле. В структуре доходов, в структуре налоговых доходов, основными доходными источниками остаются для налог на прибыль, налог на доходы физические, или налог на имущество организации и акции. Если рассматривать налоговых источников, то давайте я начну с налога на доходы физических лиц. Его объем предлагается поверить на следующий год 1,755 млн. рублей, на 2023 год 1,885 млн. рублей, на 2024 год 1,19 млн. рублей. Расчет данного налога осуществлялся, исходя из фонда платы труда, поскольку основными денежными доходами являются заработные платы. Фонд оплата труда нашел отражение в прогнозе социально-экономического развития. Ей на 2022 год предлагается утвердить 24 миллиарда 732 миллиона, на 2023 27 миллиарда 530, на 24-й, на 24-й, на 3-й, на 720 миллиона. По налогу на прибыль предлагается на 2022 год утвердить в объеме 3 миллиарда 252 миллиона рублей, на 2023 год 3 миллиарда 413, на 24-й, Это 3 миллиарда 676 миллионов рублей. Но здесь хочу сказать, что план рассчитывался, исходя из оценки исполнения текущего года, предлагаемых объемов и динамики изменения, исходя из прогноза социально-экономического развития и учитываясь показатели вам оригинальной продукции. Скажу, что доля налоговой на прибыль, из его рассмотра, динамики увеличивается. И вот если брать их выше, то его седельный вес составляет 6%, и в 2016 году привлечение это почти 2 раза. Это стало результатом того, что увеличилось доля поступлений от наших внешних, но мы за эти проекты в сфере энергетики тоже дологи. По налогу на имущество организации на 2022 год предлагается отведить план, в сумме 5 миллиард 770 миллионов рублей, на 23 миллиард 683 миллиард, на 24 миллиард 827 миллиард. Диндельный вес данного налога составляет почти 17%, но на 2022 к 2021 причине она объясняется тем, что владельщик, который у нас создал структуре КГН, он со следующего года у него истекает срок действия налоговой преференции, начиная от оплаты данного налога. По межбюджетным отношениям предлагается отведить на 2023 и 2022 года, в 10 миллиардов 400 миллионов рублей, на 24 миллиардов 500 миллионов рублей. Но эта сумма, она промежуточная, ко второму чтению будет уточнение, поскольку эту сумму мы сейчас взяли, исходя из тех параметров, которые имеются в федеральном бюджете, которые рассмотрены тоже пока в первом чтении. Ко второму уже будет более детальное и струбное распределение между бюджетным транспортом и федеральным бюджетом. Соответственно, будут дополнительные суммы, доведенные субъектам, регионам страны. Из этой суммы есть почти 10,5 миллиардов рублей, 60% это субсидии, субвенции и межбюджетные транспорты. То есть это почти 6,5 миллиардов рублей. То есть это те средства, которые имеют целевое значение. Из этой суммы более 40% занимает средства более 7 миллиардов рублей на трех летних цифрах, которые направляются на реализацию национальных проектов. Это вкратце то, что касается доходной части. По расходной части приоритет у нас государственной программы. Структура 21 государственная программа, недельный вид расходов на государственных программ, как и прошлые годы, это порядка 95 миллиардов по 95%. Из этой суммы почти 70% занимают программы именно в социальной сфере, это в денежном выражении почти 13 миллиардов. И оставшиеся 30%, это почти 6 миллиардов, это на поддержку отраслей экономики. В государственных программах заложено у нас финансирование мероприятий по национальным проектам. 10 национальных проектов, в рамках которых принято 38 региональных проектов. И если брать по финансированию, то ежегодно порядка 4 миллиарда рублей будет уделяться на финансирование региональных проектов. Если брать по структуре, то более 2 миллиарда рублей национальных проектов по дорожной деятельности, безопасные, качественные автомобили, дороги, жилье, водороскарации, да, экологии. Эти три у нас национальных проектов, они занимают большую часть, более половины, а если деньгарты, то это 2,4 миллиарда рублей. Более миллиарда приходится на реализацию двух финансирований, на реализацию двух национальных проектов, это демография и здравоохранение. И несколько слов я хотел бы по финансированию отдельных отраслей. Начнем с здравоохранения. Здравоохранение у нас финансируется за счет двух источников, это средства бюджета субъекта и средства фонда обязательного медицинского страхования. Если уже в целом рассматривать, то на 2022 год планируется объем финансирования в сумме 5 миллиарда 370 миллионов рублей, на 2023 год 5 миллиарда 504, на 2024 год 5 миллиарда 917 миллионов рублей. Если же брать республиканский бюджет, то планируется 3 миллиарда 38 миллионов рублей на проект 22-м году на финансирование государственного программа развития здравоохранения. Из этой суммы 1 миллиард 353 это страховые износы за неработающее население. Сумма по сравнению с текущим годом увеличена на 31 миллион. Это связано с тем, что изменились в сторону увеличения коэффициенты, которые рассчитываются при счете объема страховых износов за неработающее население. Второе, я хотел бы сделать, это национальный проект здравоохранения в 2022 году запланирован на 219 миллионов рублей. Это и республиканские средства федерального бюджета. В рамках этих оригинальных проектов, национального проекта здравоохранения, планируется это предъявление оборудования для медицинских организаций, которые оказывают соответствующую медицинскую помощь. Второе, третье направление это финансирование программы медицинской первичной звены. На указанные цели в 2022 году предлагается выделить 121, 181 миллион рублей, в 2023 году 163, 24, 204 миллиона рублей. По мерам социальной поддержки населения ежегодно объем финансирования мер социальной поддержки составит более 3 миллиардов рублей. Есть наибольший дельный вес, это более 2 миллиардов, 200 миллионов рублей. Составляет это государственная поддержка семей с детьми. 541 миллион – это поддержка граждан пожилого возраста, и 383 – это поддержка отдельных и других категорий граждан. Если брать, как я уже сказал, наибольший дельный вес занимает поддержка семей с детьми, то здесь у нас осуществляются выплаты на первого ребенка, на третьего ребенка, выплаты от 3 до 7 лет на детей, выплаты на питание детей из многодетных семей и так далее. То есть здесь у нас и осуществляются средства в рамках послания президента, в рамках национальных проектов, ну и средства, которые в рамках принятых решений на оригинальном уровне. По государственной программе образования. Удельный вес вообще финансирования на эту государственную программу составляет порядка 25%. Если в денежном выражении, это 22-го года 4 миллиарда 946 миллионов, 23-й год 4,970 миллионов рублей, и на 24-й год это 5 миллиардов 44,5 миллионов рублей. Но если брать структуру, то более 3 миллиарда, ну почти там 70%, занимает это студенция, студенция на реализации, по-моему, 4 дошкольного и общего образования. Второе направление – это реализация национальных проектов, то есть это современная школа, успех, каждого ребенка, цифровая образовательная среда. Все это в рамках национального проекта образования. В рамках этих мероприятий производится это приобретение установок, оборудование, осуществляет ремонт из-под зала, сети школ и создание новых мест в регионах. И третье направление по данной возрасте, наверное, это реализация посланий президента. В рамках этого, в рамках посланий, в рамках этих мероприятий, осуществляется выплаты, закладное руководство, средства порядка 180 миллионов рублей на 22-й, 23-й год, на 24-й, это уже 79 миллионов рублей. И обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начального класса на 22-й год это 167, а от 23-й до 24-й почти по 165 миллионов рублей. Ну и новое, наверное, такое направление, которое в прошлые годы не было, и сейчас, вот с следующего года выделяется достаточно внимания, я думаю, для себя это за буквально модернизация системы среди профессионального образования. Достаточно серьезную сумму выделяется в течение 22-й, 23-й годов, это порядка 165 миллионов рублей, это на приобретение учебно-технологического оборудования, на создание мастерских, на создание центра цифрового образования детей. 144,9 и 22-й, 23-й и 24-й годов, создание центра цифрового развития на базе на профильного колледжа, длинуло 21 миллион рублей. Дальше продолжится и поддержка педагогических работников. Здесь у нас это надбавки и выплаты закладного руководства, это выплаты и подъемных молодым учителям, молодым воспитателям с увеличением в рамках всех решений, которые были приняты в текущем году. По культуре у нас предусмотрено на рефинансирование госпрограммы 522 миллиона на 22-й годы и по 540 миллионам на 23-й и 24-й годы. Здесь тоже, наверное, основной цен делается на финансирование и реализацию национального проекта культуры. 22-й годы это 109 миллионов рублей, 23-й, 159-й, 24-й, 156 миллионов рублей. Внутри уже национального проекта культуры больше цен делается на создание условия обеспечения доступности объектов культуры жителей именно сельских населенных пунктов. 22-й годы это 107 миллионов рублей, 23-й, 153-й, 24-й, 152 миллиона рублей. То есть в рамках этих средств продолжится мероприятие по капитальному ремонту сельских домов культуры, их реконструкции, построительству нового дома культуры. И продолжится программа реконструкции детской школы с курсами. Эта программа была начата в этом году в рамках послания президента этого села Тройска. В следующем году это уже село Малый Дербетый, порядка 80 миллионов на реконструкции предлагается направить. Ну и продолжается модернизация системы библиотечной системы. Создается модельная библиотека для объема центральной библиотеки в Лаганском районе. Это порядка 10 миллионов рублей. Ну и приобретается детский музыкальный, оборудование для детских музыкальных и для школы искусств и училищ. Это то, что отдельно касается, кратко, отраслей именно социальной сферы. По отраслям поддержки экономики, по сельскому хозяйству. Если брать динамики, с 17 по 20 миллионов, первого года, на прям более 4 миллиарда рублей, если по 2022 году объема пока 768 миллионов, я говорю пока, поскольку к второму чтению будет распределение полностью трансфер, то есть федеральный бюджет, соответственно, по сумме будет увеличено. Сохраним все направления государственной поддержки, сельхозстан и гостер. По дорожному фонду, если брать динамики, это порядка 6 миллиардов, это с 18 по 21 год, если за это время было отремонтировано порядка 275 километров дорог, если брать следующий год, 22-й текущий, то предлагается направить на 2 миллиарда 79 миллионов рублей, из них 1 миллиард 867 на ремонт дорог в рамках проекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ну, счеты, наверное, блога, это поддержка малого и среднего предпринимательства, здесь у нас действует, что мы бы сказали, двухсторонняя поддержка, здесь имеется в виду налоговые предприятия, которые были в прошлом году, в текущем году установлены, и я думаю, что и в следующем году они будут пролонтированы. И прямая поддержка, субсидирование из бюджета. Здесь у нас предлагается инструмент, это индивидуальная программа развития, и именно через этот инструмент, через эту программу, предлагается поддержка, вот денежная, именно финансовая, более 400 миллионов рублей. Ну и на следующий год начинается у нас создание строительства ракомышленного парка, это средство федерального бюджета в рамках финального проекта, порядка более 500 миллионов рублей. Ну и по традиции, в завершении, это по несубиджетным отношениям с нашим муниципальным бюджетом. Трансфер из республиканских бюджетов, которые направляются на местный бюджет, он составляет более 30%, в деньгах это более 6 миллиардов рублей, но из них, наверное, 70%, 4,5 миллиарда занимает у нас целевые средства, то есть это субсидии, прежде всего, на инсульвенты, на исполнительном полномочии субъекта, мы имели же бюджетные трансферты. Ну и отдельно, объем финансовая, дотация на вранье, порядка более 200 миллионов рублей, дотация на вранье, мы ее заменили по законодательным нормативам, это уже у нас практика действует на протяжении 6 лет, она и будет продолжена на будущий, предлагаемый 6-летний цикл, плюс для поддержки и покрытия кассы разрыва предлагается дотация на обеспечение балансивности, это порядка 80 миллионов рублей, по субвенциям, которые мы передаем на вранье бюджетной обеспеченности, бюджет российских муниципальных образований, предлагаем ее объем увеличить почти на 10%, и она составит 80 миллионов, то есть в текущем году это 72, в следующем мы предлагаем уже 80 миллионов, то есть мы по сельскому муниципальному образованию приближаемся к той цифре, которая у нас была до 15 года, до передачи из забора части полномочий от СМО на уровень РМО, то есть таким образом получается расходные полномочия и расходные обязательства СМО остаются, а при этом доходную часть мы добавляем для того, чтобы лучше и больше увеличить балансивность бюджета на сельскому муниципальному образованию. И третье, это, наверное, программа муниципального бюджетирования, где мы предлагаем увеличить почти в полтора раза, и составит 15 миллионов рублей по текущему году, это 10, но масса каждым годом увеличивается число участников, то есть продают документы на сельскому муниципальному образованию, я думаю, что это достаточно хорошая практика, ее нужно продолжать и объем средств увеличивать. Ну и завершение, наверное, это у меня все. Это вкратце, хотелось бы даже рассмотреть, мог бы вам представить параметры бюджета, поскольку первое числение, я думаю, что пока мы в таком более отыскненном варианте. Спасибо за внимание, доклад окончен, готово пересмотреть. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Пока наши коллеги готовятся, задать вопросы, как вами были учтены замечания наших партнеров при подготовке вопросов к сессии, прокуратуры насчет наплаты бюджета и других, и когда ли будем работать к второму учтению с этой позиции. И второе, если можно, объясните, для меня и для многих, что я агрокромпартия, которые создаем, что за эффективность их работа и так далее. Значит, ну, я думаю, что те желания, предложения, замечания, поскольку сейчас проект рассматривается первым числением, что он внесен в таком укрупненном варианте, в ходе наших обсуждений, где рассмотрение заключения наших какого-то здесь партнера. Я думаю, что те предложения будут нами учтены. И часть предложений, которые, которые поднимались в прошлом году, и, в частности, в допустим, должное обеспечение приема детей, если вот поэтому мы в этом проекте бюджетно нашли это отражение, решение этой проблемы в течение трехлетнего периода. Я думаю, что мы приблизимся к решению данного вопроса. Поэтому, я думаю, что... Ну, дай бог, давайте дальше. По второму вопросу, ну, это своего рода парк, ну, агроподмышленный парк, я так понимаю, что это своего рода будет у нас территория, на которой будут располагаться субъекты малого и среднего субъекта, которые будут заниматься, там, наверное, в основной переработкой нашей продукции сельского хозяйства. Ну, проще-то. Да, это, получается, сейчас в следующем году будет завершено предупреждение проектно-смертной документации. Это средство федерального бюджета, это средство индивидуальной программы развития. А потом уже после того, как бюджетово поезды, будет уже начало, в следующем году, завершение строительства в 23-м году именно по самому созданию этого агропомышленного парк. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый докладчик. Уважаемый начинственник, в 22-м году также стартует программа капитального ремонта школы. Будьте добры, пожалуйста, раскроете это немножко поподробнее, потому что это беспрецедентная у нас программа. Более 150 объектов, то есть и за этим исключением, которые из них не требуют капитального ремонта, какой критерий попадания в эту программу и какие объекты на 22-м году туда зашли. Спасибо. По данной программе сейчас пока объем субсидий, который будет выделен из федерального бюджета, он определяется, поскольку сейчас проводится пока прием документов Минпроса России. По моим последним данным, данный прием заявок, мероприятие, оно определено, по-моему, до 25-го ноября. До 25-го ноября принимается заявка субъектов. После приема заявок будет проводиться конкурсный набор и будут выбраны объекты, которые будут ремонтироваться в течение 22-23-х годов. Но пока нами была направлена первая заявка, у которой вошли порядка 18 объектов, но объем отрезков, который необходим на проведение капитального ремонта, это порядка миллиарда рублей. Ну и получается из этих объектов будет произведен отбор, оставлены какие-то объекты, и какие-то, конечно, они, наверное, не пройдут. И дальше, я думаю, эта программа, эти объекты дальше, продолжает включать, поскольку программа будет работать до 26-го года включительно. Вообще, я думаю, что в рамках этой программы можно проделать достаточно серьезный объем работ, поскольку в перечине мероприятия, которые можно финансировать за счет этих советских участков, 14 работ, то есть это не отдельно, там какие-то, там, ремонт крови и так далее, это может быть и текущий ремонт зданий и так далее. Я думаю, для нас эта программа, она достаточно актуальна, поскольку сейчас, как я в своем докладе сказал, что достаточно серьезно управляются мобороны технической базы, то есть появляется новое оборудование, те же кабинеты химии и физики, но при этом у нас есть проблемы с состоянием средних зданий, которые были построены в 70-80-е годы, соответственно, даже просто элементарно в состоянии тоже проводят, да. И поэтому программа, я думаю, что нам нужно не принимать участие активно и продолжать, но здесь есть новости, что сама необходимость этого ремонта, она берется нашими партнерами, собираемые органы спонсультации, исходя из отчетности. В общем-то, она формируется в начале каждого года, и поэтому я думаю, что он у нас строительство сейчас и формируется, но на следующие годы уже необходимо, наверное, более серьезно и внимательно относиться к составлению отчетности, с которого черпается информация, необходим ли мат или нет, в каком состоянии будет сообщать дань. Уважаемые коллеги, сразу просьба. Когда вы готовитесь поставить вопрос, ставьте два-три вопроса, не теряйте время на представлении информации. Пожалуйста. Требуется ли сфинансирование из республиканского бюджета на эту программу? Ну, я думаю, что да, это же сфиги, федеральный бюджет, У нас, напомню, объем софинансирования составляет 98 на 2, это средства федерального бюджета, 2% это средства бюджета субъекта, ну и либо формула действия по 99 на объект, то есть 99% средства федерального бюджета, 1% средства республиканского бюджета. Я думаю, что здесь много участия и софинансирование бюджета субъектом обязательно, это субсидия, и я думаю, что, наверное, это будет необходимо рассматривать вопрос в форме увеличения. Но, поскольку вы сами сказали, по количеству объектов достаточно серьезное, я сейчас сказал об этом, и, наверное, тот объем субсидий, он будет все равно будет старше. Я думаю, что начало можно положено, просто нужно дальше продолжать. Ну, по второму чтению мы увидим еще какие-то дополнительные объекты? Ну, по-все, честно, я говорю, до 25 ноября пока формируется, вот прием заявок осуществляется, мы будем надеяться, что по второму чтению будет уже понятно объем субсидий. Но если брать вообще из практики, если уже там конец ноября, то только идет прием, то, скорее всего, уже необходимо выделение субсидий будет, это уже в рамках обильных решений правительства. Это, наверное, будет конец текущего года, либо начало субсидий. Хорошо, спасибо. Ну, и надо дать вам, чтобы как можно больше объектов пришли в этот отбор, вошли в этот перечень, и, соответственно, будет больше выделено следств на финансирование. Это главное для чего все себя, и в министры, и все так же. Значит, пожалуйста, Павел Васильевич. Павел Васильевич, добрый день, уважаемые сговорениями, добрый день, я не могу. Честно говоря, на самом деле у нас очень много проблем, и денег на решение всех врагов, конечно, не хватает. Вчера мы на фракции подробно все обсуждали. Но, на мой взгляд, одно из самых актуальных на сегодняшний день является то, что мы теряем холманский язык. Потеряв язык, соответственно, можно потерять республику. Одно из главных причин, по которому материальный язык, на мой взгляд, является, это, конечно, школьный программ, благодаря которому язык выучить просто невозможный, это просто пустое правдовременно. Но для решения проблем нужно, конечно, более тщательный, комплексный подход, то есть стратегическое развитие нужно думать и решать. Помимо школьных программ, существуют и другие программы, которые, в принципе, мы можем решить уже в следующем чтении. Ну, например, у нас есть Центр развития по музыканским языкам. Недавно я, к своему сожалению, узнал, что зарплата там 12 тысяч. Была конкретная история, там встретился парень, о котором начали говорить, он там работал, но ушел заносить воздух. Почему? Потому что там зарплата 12 тысяч, он, соответственно, эти деньги прокормить где-то, семью не может. А он хороший носитель языка, он такой патриот. Такие парни нужны, они должны их там держать в этом цели. А они оттуда раздвигаются, потому что 12 тысяч возможностей. Такая же проблема наша единственная гадетика, которая пишет на калмыцком языке, это Хармтын. Там пишущих на калмыцком языке, может считать патриотные люди. И они уже все-таки пенсионные будут. Ни в копеечных зарплатах, никто туда после калмыцком университета не пойдет уже работать, потому что там сработать невозможно. Конкретные вопросы. Вопрос. Есть ли возможность предусмотреть увеличение зарплат, хотя бы в этом направлении, именно по центру языка и в физическом языке? Спасибо. Спасибо. По финансированию этих мероприятий, я скажу, есть в стране 22-21 год. Мы предусмотрим увеличение, как я делал, 10%. Если брать по текущему году и брать конкретное учреждение, Центр языка и калмыцкого языка, то мы в этом году уделили средства на ремонт здания. Громко сказал, здание, отдельный кабинет. Здание и колледжи, как раз находится на третьем микрорайоне. Плюс приобрели оборудование. То есть первый шаг сделан. В части штатных единиц было увеличение порядка 6 единиц. Ну, я думаю, что следующий шаг, здесь и в этом, можно здесь посмотреть, но подчеркиваю точно, часть бронезаработных лав. Именно по этому учреждению, по газете. По этому учреждению просто сейчас общался неоднократно с директором, такой достаточно активный парень. Я думаю, что этот Центр можно выбрать тем локомотивом, который будет двигать всю эту тему вперед. Но и в целом, мне кажется, нужна все равно, мы этот вопрос понимаем на публическом, мне кажется, нужна сегодня есть какая-то конкретная программа. Просто сейчас, лично для меня, для как родителей, не совсем понятно, куда мы двигаемся. Мои дети учатся в коммунском национальном гимназии, есть учебник УНР, в прошлом году учился, в этом году его нету, не учатся и так далее. То есть непонятно, кто мы идем, кто мы не идем. Несколько лет назад была позиция, все это хорошо УНР, это все понятно и так далее. Сейчас уже позиция УНР, это не совсем понятно. Поэтому, мне кажется, нужно составить конкретные программы, конкретные мероприятия, действия, и уже соответственно под них финансирование. Вчера мы с вами общались долго, мы приходим к тому, что все-таки можно, чтобы средства использовались достаточно рационально и эффективно. Ну, рефликуй, если можно. Ну, программа правильная, я тоже сторонник этого, я думаю, в министерстве будет в ближайшее время руководство, в министерстве образования руководства обновлено, и поэтому, думаю, мы получим подчерк в развитии этой темы. Ну, и... А сейчас просто. И, в принципе, буквально коротенько. А то, что касается конкретных штатных единиц, ну, здесь поставят правительство, ну, это 10 человек в общей сложности. Для того, чтобы как-то на уровне центра и национальной газеты решить, ну, что мы рассуждали. Давайте примем волевые решения, это же наше решение. Давайте здесь в поручении этого контору чтения вы нас проинформируете. Вот, я думаю, это будет очень правильно. Согласен, пожалуйста. Уважаемый Ач. Александр Ильич, ну, в этом смысле Анатолий Васильевич организация работы предварительной депутатом с проектом закона, действительно, оперативной, даже проект поездки сети был прислан. Мы все очень детально обнакомились. У меня, Ач. Александр Ильич, следующий вопрос. Вы являетесь официальным докладчиком по основному, наверное, стратегическому документу Республики Калмытия, а за это параметр трехлетнего бюджета. Хотя официально он носится главой Республики Калмытия. К сожалению, за два года работы Бату Сергеевича он не был ни на 12-й, ни на 13-й, ни на 20-й, ни на 21-й сессии Народного хорала, включая сегодняшнюю сессию, когда принимаются стратегически важные документы о развитии Республики на трехлетний период. Поэтому вопросы сегодня будем адресовать вам. Почему, Ач. Александр Ильич, вы, как основной докладчик, нарушаете действующее законодательство? Это касается сроков рассмотрения, подготовки заключения на проезд закону о рест-бюджете, который сегодня, буквально за несколько дней, отработан контрольный счетный палат Республики Калмытия. Нарушение закона, который принимался депутатами Народного хорала в организации бюджетного процесса. Второй вопрос, который волнует, это организация публичных слушаний. Вроде бы, вы его провели, представили депутатам итоговый протокол, в котором, к сожалению, не видно вообще проблематика, которая поступила на тех проблемных вопросов, которые волнуют наш Абграйн непосредственно. Может быть, вы сейчас этот вопрос откроете. Третий вопрос. Вы сегодня очень правильно ссылаетесь на послание президента к Федеральному собранию. Действительно, Владимир Владимирович Кузин с 15 апреля текущего года, обращаясь к Федеральному собранию, обозначил, наверное, три стратегические вещи. Это вопросы, в том числе, народные сбережения. Как быть, а через конкретную ситуацию, которая возникла в Республике, в проекте документов, в пакете документов вы представили предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период. Что касается народосбережения и увеличения продолжительности жизни, о которых сказал президент страны Владимир Владимирович Путин. У нас рождаемость в Республике Калмунг за январь-август 2021 года составила 1747 человек, что по сравнению с прошлым годом меньше. Дальше, смертность у нас сегодня составляет 2336 человек. По данным оперативным Минздрава Республики, у нас сегодня от ковида умерло 676 человек. Естественно, уголь населения составляет 589. То есть, что будет принято правительством Республики Калмытия в части, все-таки принятие дополнительных региональных мер по этим вопросам, которые озвучил президент страны, народосбережения и увеличения продолжительности жизни. Следующий вопрос касается развития национального туризма, о чем в том числе сказал президент страны в послании своем. Смотрю по цифрам и те заключения, которые представлены у ФНС, РФ и прокуратуры Республики, в том числе заключения. Радоваться нечем о Чепсанжее. А четвертый вопрос о Чепсанжее. Параметры трехлетнего бюджета представлены, и вы сами понимаете, что львинная доля это безвозмездные поступления, которые сегодня формируют, к сожалению, в том числе и региональный наш бюджет. Какие меры региональной поддержки при тех условиях, что всего же в структуре расходов 30% вы выделяете на социальную политику, будет предусмотрена часть поддержки населению Республики. Следующий вопрос о Чепсанжее. О структуре и динамике безвозмездных поступлений предусмотрены такой вид с помощью федерального бюджета. Это за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Если в 2020 году эта сумма помощи была 84 миллиона 813 тысяч рублей, то в действующей редакции 2021 года 137 миллиона 885 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, эта сумма и оценка 2021 года, которая сегодня является 197 миллиона 855 тысяч распределена или обычно вы это сделаете к концу года. И заключительный момент о завышенных ожиданиях, о которых говорил заключение налоговое, это налог на имущество организации, это налог на доходы физических лиц, это налог на прибыль организации, в том виде, в котором вы сегодня представили бюджет, в те сроки, в которые невозможно было практически, как Антон Васильевич говорил, партнером от работы, вопросы все-таки к тому, что это же не местничковый документ, трехлетний бюджет, это основной документ, по которому будет развиваться республика. Почему такой принцип не открытости, а наоборот закрытости органов исполнительной власти в части раскрытия вообще основных расходов, а формирование доходной части остается, скажем так, заказом, честно говоря. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, лаконично. Давайте начнем по срокам. Согласно законному бюджетному процессу, для рассмотрения первого чтения проекта законного республика на бюджет на будущий трехлетний цикл должен быть не позднее первого маятя. Мы унесли 27 октября. то есть по срокам. Согласно нововведения, в начале этого текущего года по бюджетному процессу тоже проведение публичных слушаний было предусмотрено. Эту процедуру провели. В части второго вопроса по структуре и проблематике вопроса протокол был состав сформирован. Возможно, да, но это для нас новое дело. В честь того, что вы как структура, давайте над этим, я думаю, поскольку это новое дело, что все можно дальше двигать, совершенствовать. поэтому для нас сейчас только мы действовали, работали согласно тем нормам, которые прописаны в законе, то есть создать протокол. То есть и вопросы, которые были, ответы и так далее. к следующему разу посмотреть все эти вопросы, поделить по структуре, выделить какие-то претикетные, наиболее важные и так далее. Я думаю, что это повторимо. В части развития туризма мы думаем, что ко второму чтению более будет распадка, подробная часть именно исходной части бюджета. Здесь в части развития туризма, я думаю, что у нас тоже есть инструменты, новые инвестиционные проекты, то есть так называемые НИПы, постановление 17-4 и есть инструменты и можно это все развивать и в рамках этих инструментов можно все это реализовывать. По завышенным ожиданиям налогов здесь завышенные ожидания не план ожиданий, как вы здесь но здесь у нас расчеты по каждому доходному источнику мы отталкивались от цифр и имеющиеся методики формулы расчета ими мы пользовались. Но наша позиция, что те прогнозные показатели, которые мы предлагаем в усреждении, они реализуем именно часть налогов доходят. Допустим, налогов на прибыль на следующий год предлагаем 3,232. Налогов 2,5 или 2,4 но извините меня, мы уже сейчас на 1 ноября 2,4 по текущему году собираем и смотря, что этот год все равно является напряженным. По концу года мы ожидаем, что мы на уровне трех мы соберем соответственно и в следующем году 3,2 то, что мы захватываем, думаю, что эта сумма достаточно реальная и ее исполнимая в части налога на имущество организации. Я с вами в коре сказал, динамичу изменения на имеется 22-20 веке на увеличение, но это увеличение в основном тем, что не будет налогов нашего выражающего партнера это компания в по гранту 197 миллионов грант наступил. Эта сумма расределяется на первоочередные вопросы, которые необходимо возникают в ходе исполнения бюджета. Я думаю, что это все-таки 2021 год, а мы рассматриваем 22-20 и 2024, поэтому я готов более подробности рассказать о самом уровне с вами в 2021 год. По поддержке населения и по выражению сверху я думаю, здесь пока мы работаем и закладываем те суммы, мы с Анимичей договорились, в рамках тех решений для них, которые у нас имеются, исходя из возможностей. Я думаю, что если будут приняты еще какие-то решения, мы будем конечно это все учитывать, но нужно все равно учитывать возможности бюджета и развития нашей новой безопасности. У меня все. Спасибо. Мы продолжаем вопросы на потом выступление. Нет, у меня реплика. Реплику, пожалуйста. Я вообще не удовлетворена пониманием вами как основным докладчикам в рамках трехлетнего бюджета, как будет развиваться республика, какие меры социальной поддержки будут дополнительно предусмотрены на уровне правительства республики Калмыкия. И это вопрос ваш ответ о честном жизни, с ошелением его. Те вопросы, которые касаются наших граждан. Когда будет построена школа в селе Троицком рамках нацпроекта, когда же все-таки будет ковидный госпитал, а честном жизни. Вы же над этим работали. Хорошо, спасибо за реплику. Уважаемый притер. Вопросы еще? Еще? У меня два вопроса. Вот здесь вы отмечаете, что падение объемов бюджетных кредитов произойдет. На сегодня картина выглядит так. У нас долг 7 миллиарда 800 миллионов примерно. Из них на сегодня что хорошо, динамика произошла такая положительная 2 миллиарда 700 примерно это кредиты от организаций коммерческих. Банковские кредиты будем говорить. То есть доля кредитов банковских уменьшилась на сегодня. Но бюджетом следующего года и последующих Минфин предполагает увеличение опять кредитов от кредитных организаций банков. А доля государственных займов будет уменьшаться я так думаю. Поскольку объем госдолга примерно застывает на цифре 5 миллиардов 500 что ли в последующий год. Поэтому связи с чем это и связано с этим вопрос сколько идет денег в год на обслуживание госдолга. нет и пожелание всегда было и вопрос тоже мы в докладе не видим ни одной мысли не высказанно ни одного какого-то плана или хотя бы намека на то чтобы реально министр твердо сказал что вот в этой части мы предполагаем увеличение доходов за счет того-то 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 то есть пока все работа просто латание дыр ну как обычно уже десятилетиями складывается а никакой перспективы развития республики нет ни в бюджете ни в вашем отчете вернее ни в вашем докладе и хотя бы вот понятно что социальные объекты нужны нужны господи только видны но развитие надо закладывать обязательно и оно должно быть ощутимым по сегодняшним временам пожалуйста часть обслуживания госдолга это порядка ежегодно это порядка 140-150 миллионов рублей обслуживание государственного долга если брать динамику изменения государственного долга то в следующем году и в 23 году мы предлагаем дефицит соответственно источниками покрытия дефицита в 22 и 23 годах это как вы сказали комический кредит это порядка 75 миллионов рублей одна разница это те которые инструменты будут предложены федеральном уровне это инструменты дефицитные кредиты в 24 году мы предлагаем дефицит дефицит поскольку предлагаем остановить увеличение и работой части снижения прежде всего наверное по рамках работы по реструктуризации реструктуризации бюджетных кредитов вы сказали правильно участие бюджетных кредитов они уменьшаются уменьшаются потому что считается латрат есть у нас программа реструктуризации и ежегодно мы в рамках 5% в течение 3 лет будем обращать эти кредиты порядка снижения и если брать целом этот трехлетний период то геновую догму предлагается его прилить на уровне 7,5 миллиарда спасибо уважаемые коллеги пожалуйста добрый день Наталья Васильевич коллеги приглашенные сейчас вот здесь хотел спросить у вас вопрос за полагацию вот этих преференций по налогам для обществления матери а в каком объеме она располагается здесь имеется ввиду я имел ввиду что у нас в этом году уже действуют эти налогопреференции они же действуют до конца текущего года и как бы вот одно наши полномочные органы подругают ну меры этой поддержки прожить еще на год но в том же объеме как объеме да отлично потому что на самом деле тут так сказать все дела предприниматель еще не улучшаются сведения для коров я так думаю еще все-таки какой-то период поддержки то что будет плавным и еще хотел вопрос по чистое с вашим планируется выделять на 22-го год по борьбе с инфекционным заболеванием ну вот ковиду в каком объеме планируется сейчас у нас получается по текущему году на мероприятие по борьбе с коронавирусной инфекцией это более минус больше средств выделяется именно из бюджетов субъекта плюс в этом году нам помогает и федеральный именно через фонд обязательного медицинского страхования по последующему году я думаю что сейчас ко второму чтению все-таки наверное будет более недавно это все рассматривать и более точная подробная сумма будет ко второму чтению именно министром финансов кстати правительством мы вчера говорили на этот счет то что это возможно вот таким образом так пожалуйста еще вопрос он так и не ответил на мой вопрос в части увеличения доходов что предполагается хотя тенденция сегодня мировая понятно бизнес умирает и я думаю что в нашей стране это минимум 80% бизнеса просто отомрет и львиная доля предпринимателей разорится и вообще будет и сегодня оно не знает что вообще как жить вроде бы они по-прежнему занимаются тем что привыкли заниматься а прибыли нет эффекта нет от их деятельности наоборот увеличение кредитов увеличение задолженности по всем видам налогов там и так далее и затратам поэтому тенденция очень такая плохая и в этой связи с этим то есть здесь не считается то что у нас министерство экономики там выдает там такому-то предпринимателю выдали то-то-то-то-то бюджетные суды займы на развитие это знаете это предположение люди хотят заняться бизнесом но они никогда не занимались и сегодня валятся люди которым успешно работали 15-20 лет они разоряются сегодня с новичков вообще нет гарантии что они когда-то поднимутся и разовьются если это произойдет то это совсем маленькая доля вот пометь мои слова вот буквально в течение года произойдет большой обвал предпринимательства он уже произошел на самом деле это пока скрыто явно в цифрах вылезет это вот в этом году в последующем в последующие годы поэтому здесь наше министерство экономики правительство и Минфин они должны работать на опережение а здесь мы просто плетемся под все события и вот на вопросы по увеличению доходов нет ответа поэтому наверное то есть люди даже не задумываются над этим которые управляют ситуацией уже как пожелание будем считать выступление не выступление выступление еще позволите я сделаю два графика на парку поскольку вы сами задали вопрос давайте мы переступим к выступлению уважаемые коллеги желающие выступить есть пожалуйста не будем потом я вам на услугу добрый день уважаемые коллеги приглашенные в бюджет это самый точный как отметил стратегистический документ развития нашей республики на следующий год я вам хотел обратить внимание и кабинет правительства и первого заместительного финансов который предоставил нам сегодня бюджет по 20 одному государственной программе которую приняло правительство нашей республики на сегодняшний день до логического то есть полностью финансирования кроме двух программ на течение последних 5-6 лет не достигается вопрос зачем мы эти программы принимаем для чего замазать глаза федеральному центру что ли или нашему населению следующее из 10 национальных проектов которых мы участвуем из-за допущенных ошибок нарушения при проектировании из-за низкого качества строительства переносится строки сдачи объекта пример Троицкая средняя школа учебный корпус в городе Городовиковский последняя сдача детской поликлиники где в аудиторском акте федеральном для нашего местного аудитора отмечено что ссорно почти на 40 миллионов оборудований просто дело или же не установлено то есть на сегодняшний день построили поликлинику за которую заметьте мы будем платить налоги на имущество огромное значит сегодня эффекты заложены огромные деньги меня вообще удивляет каким образом комплектование медицинское оборудование занимался Минстрой у них что там видите что находится специалисты какие-то еще один момент еще одна программа это индивидуальная программа развития республики объекты водоснабжения водоподготовки крайне значит медленно идут я имею ввиду правительственные документации финансированные и так далее порой значит из родителей из отсутствия персонализма спектаристов мега-красовых министерств значит скрываются сроки начала строительства и вообще я хочу спросить где у вас контроль четвертый народный фонд как никогда мы сегодня последние значит годы выделяем список федерального значит местного бюджета почти весь дорожный фонд который он существует мы сегодня направляем на строительство капитальный ремонт строительство новых дорог ну посмотрите каким качеством сдаются эти дороги где контроль каким образом вообще документация проходит государственную экспертизу ведь не секрет что у нас есть строительное бюро или так называемое проектное бюро которое эти проекты документации на коллегах делает еще один плюс который я бы хотел обратить внимание значит в городе в моем спальте когда строятся сегодня дороги я обратил внимание значит на качество этих дорог но посмотрите на сегодняшний день что творится в городе строят дороги они разбитки сегодня что было удивительно на комитете докладах что сегодня ответственные полномочные штрафовая значит мы установили значит виде съемки там везде по городу установили но на сегодняшний день значит из-за того что нет развита предъявить штрафы невозможно и бюджет теряет от 60 до 100 миллионов рублей что город сегодня жирует что ли почему допускают такие вещи где контролируют все органы далее меня вообще удивляет почему значит государственные подряды федеральные значит на местном уровне конкурсы выигрываются значит сторонними организациями стопроцентно я откровенно вам говорю здесь корпусом составляющей я уверен в том что в недалеком будущем значит у нас появятся уголовные дела вот по этим вот объектам я не думал что силовые структуры которые значит здесь присутствуют значит и на федеральном уровне будут смотреть вот на эти безобразия еще хотел обратить внимание по здравоохранению значит неудовлетворительно вообще конечно по здравоохранению определяет сегодня мы все кинулись не с тем что у нас ходит 19 и естественно наконец федеральный центр спросил спрашивает главы республики скорее нет министра с министром здравоохранения как там у вас с ковидом а как быть с плановыми больными почему сегодня лекарства мы сегодня да действительно мы определяем лекарства направляем значит чтобы больных пока с пандемией вылечить а где лекарства вообще это плановых больных когда мы будем туда закладывать сегодня первое чтение но я хочу учесть и заместительный председатель министра финансов и председатель правительства внимательно необходимо отойти я понимаю что сегодня ковид что необходимо нам сегодня лекарства пускай ковиды ковидные больные но сегодня извините получается так что 111 миллиона определились на годных значит лекарств из них 90% получают орфанное значит заболевание а остальные лекарства типа что всего 10 миллионов что ли на год вы потеряете а как с этим быть сегодня потребность значит здравоохранения по лекарствам и другим почти около миллиарда а мы выделили буквально копейки по министерству образования я уже говорил и сегодня задавал вопросы по горячему питанию вы сегодня говорите о том и кстати до 1 сентября 2021 года мы должны были полностью выйти на горячее питание в том числе значит и на сельских школах что сегодня получается у нас оборудования как такового нет я не знаю закупка идет или нет если например вы хотите сказать что новую школу строится там есть оборудование а как бы с теми школами в котором капитальный ремонт не будет что дети будут питаться значит холодным завтраком и без горячих я считаю что сегодня правительство должно рассмотреть это недопустимо что в детских садах и в сельских школах дети значит едят сосиски вы извините мы аграрная республика везде хвалимся у нас мясо тут завалились почему наши дети сосиски едят вопрос стоит о том если нет давайте готовьте и строите даже комбинат горячего питания значит полуфабригат и делайте распределяйте по всем школам республики в конце концов когда сегодня будет полноценное горячее питание на которое выделяются средства оборудование давайте ставить закупайте их канализации нет питьевой значит бедрами доска я решаю но вы извините мы раз в год принимаем бюджет давайте мы все таки выскажем в конце концов пусть думают об этом по культуре значит сегодня говорили что капремонт делается до края все остановлено в принципе мы знаем что делается но этого недостаточно я понимаю что средств не хватает но я уже повторяю я уже здесь всем пролил все значит поэтому поле же спуст и я не отстану я буду до конца их добивать то что на примене министр культуры ответил значит меня не удовлетворяет в основном эти четыре позиции по четырех позициям значит когда мы достроим по всей Российской Федерации мы построим все объекты после этого мы приступим калмыки строить аварийный помещение колледж искусства он в аварийном состоянии находит он развалит в сторону а вы не можете все доказать и дойти тем более что ей необходимо строить капитальные строики капитальные ремонты делать в СДК обратите внимание на библиотеки мы в республике их сохраняем и правильно делаем что сохраняем но вы посмотрите какая заработка плата в этих библиотеках и в меня имеют на население население имею ввиду обратите внимание по заработке в том числе и министерств культуры кабинет министра и вы как министр финансов спасибо спасибо пожалуйста еще желающие пожалуйста Андрей Васильевич я вот министр вам ничего толкового не ответил по аграрх промпарку я вообще предлагаю этот вопрос рассмотреть на сессии народного курама с привлечением сюда специалистов министерства экономики с привлечением людей которые приглашены сюда извне для реализации этой идеи вообще выслушать что за управляющая компания там намечается пока эти вопросы скрыты и агротехнопарк на него выделено 500 миллионов российских денег из российского бюджета и эти деньги должны сработать на развитии аграрного сектора республики то есть этот объект должен быть таким чтобы любой фермер любой человек занимающийся сельским хозяйством мог приехать на этот агропарк он так называется я его назвал и предлагал еще построить агротехнопарк технологический парк чтобы люди приезжали и понимали в каком направлении они должны развиваться и каким образом какие технологии применять какое оборудование применить что это при какую пользу приносит это их конкретно фермерским хозяйством или крупным производителям неважно всем людям которые занимаются у нас сельским хозяйством это у нас основная отрасль поэтому и там все должны люди найти ответы на свои вопросы на перспективу на сегодня и на перспективу и его задачи он должен тогда планировать просто деньги и поскольку он знает куда движется работать и каждый этап реализовывать свое и достигать благосостояния но на сегодня все работают слепую деньги тратятся большие вот скажем я приведу пример откормочника люди тратят от 2 до 20 миллионов на строительство откормочника их сегодня много есть у нас откормочники и на 500 голов и на 1000 голов поэтому тратятся огромные деньги но они страты происходят вслепую с большими ошибками которые дальше им увеличивают издержки и люди не получают той прибыли которую задумывали получить и агропомпарк должен быть большим подспорьем во всех этих вопросах что делать с экологией что делать дальше с опустыниванием что делать с кормовой базой что делать с окормом животных что делать с переработкой и так далее сегодня у нас агротехнопарк закладывается какие-то пельменные цеха ну что мы пельмени не можем лепить или не можем уже давно люди которые производят пельмени они уже продают в больших сетевых магазинах под маркой без пользы без помощи государства под маркой частных производителей и слава богу то есть ну нельзя и опять у нас правительство пошло по пути строительство агропарка как просто логистического центра просто площадка с готовой инфраструктурой заходи чем-то занимаемся и все это сводится в России построили уже там больше полусотни агропарков и все они просто логистический центр огромные ангары заходи работай а чем заниматься самый главный ответ у нас в России чем как человек должен работать заниматься развиваться для того чтобы иметь хороший доход для себя для семьи для сотрудников и так далее а эти вопросы они как раз в этих парках должны находить ответы поэтому это очень важный вопрос Антолий Алексеевич давайте его рассмотрим на сессии народного фургана ну я согласен что его как-то коллективно рассмотреть в ближайшее время ну может быть на сессию сразу такой технологический вопрос начать не надо может быть на форме комитета и с привлечением специалистов общественников желающих работать ну чтобы расширенный комитет чтобы обобщить эти мысли это правильно это прогрессивное дело очень прогрессивное действительно но только правильно нужно организовать форму обсуждения мы продумаем в том числе пригласим всех заинтересований Антон Васильевич действие я примерно веду я построил кормочник на нем уже было побывало больше 200 фермеров и приезжают просятся звонят приезжают кому-то не нравится кому-то нравится кто-то со мной спорит но это объект на котором рождается мысль и на котором рождаются ответы вот это я не буду делать это я не потяну а вот это мне нравится и так далее поэтому вот агропарк это очень важный объект и к нему не надо комитет ничего не решит его надо рассматривать этот вопрос на сессии именно для того чтобы увидеть чтобы вся республика услышала каким образом этот вопрос ставится правительством и как он решается а когда вы уже получите объект за 500 миллионов который никому не нужен будет ветер там будет гулять вот тогда это будет про вам ну я так думаю мы попробуем начать технологию там обсудить а там жизнь пока если потребуется необходимость это сессия вынеси Ольга Юрьевна идея хорошая спасибо Ольга Юрьевна пожалуйста здравствуйте в общем коллеги вопрос обучения по обучению развития детей с ограниченными возможностями здоровья неоднократно занимался вопрос на границах на территории Курала к сожалению на сегодняшний день ситуация с экземплязивным образованием в республике продолжается очень сложная и права и свободы детей с УВД не нарушается обособление нормативы застрат на реализацию основных образовательных программ для участников ОВД они предусмотрены но к сожалению неверна методика расчета по методика расчета величин государственных основателей согласно нозологии диагноза ребенка и недостаточно выделено средство вообще в общем на инклюзивное образование на сегодняшний день всего 4% детей в республике от всего числа учащихся и количество этих детей с каждым годом увеличивается и это мне кажется как смешно это проблема переходит из года в год и она к сожалению решается очень сложно и тяжело среди таких детей очень много высококрупциональных детей очень много одаренных детей почему мы решаем этих детей на право достойного образования я хотела бы обратить ваше внимание на данный вопрос и если есть возможность конечно нужно увеличить сумму и средства именно на их земля обработки все у вас соглашено пожалуйста уважаемые коллеги сегодня мы принимаем параметры республиканского бюджета в первом чтении понятно что та пояснительная записка которую представила Чирстанжевич она в принципе определяет направление средств доходно-расходной части и мы видим цифру дефицита которая соединена на 22 год и прочит цифр ближайшие еще два года но тем не менее вопросов остается много Чирстанжевич хотелось бы что несмотря на ваш постулат и объем безвозмездной федеральной помощи которая поступает в рамках исполнения публичных обязательств республики Калмытия все таки был наполнен ко второму чтению республиканскими мерами поддержки наших граждан это один момент Чирстанжевич все таки важно было услышать в части нарушения действующего законодательства внесения проекта закона не то что Чирстанжевич это понятно до 1 ноября вы должны внести проект бюджета о том что экспертиза органами внешнего финансового контроля проводится в течение двух недель и это время должно было быть определено хотя бы в рабочем порядке вами как первым заместителем министром финансов республики Калмытия в части прозрачности исполнения бюджета въезда расходных обязательств должен видеть орган независимый финансового контроля третий момент что касается публичных мероприятий о которых вы сегодня говорили тот протокол итоговый который складывается из трех вопросов проекта повестки я думаю что это недостаточно для того чтобы отразить реальную ситуацию в республике Калмыти Калмытия это решение адресной проблемы наших граждан это заявитель Горяева из этапа Адмайна который я каждую сессию говорю что до сих пор вопрос не решен из этапа Адмайна ходит по кругу к Антоле Васильевичу к Зайцеву Юрию Викторовичу которому не может попасть на прием но этот документ он же у нас неформальный принимает бюджет когда вы говорите что по приоритетными национальными проектами является вопрос обеспечения жильем детей-сирот и адресной поддержки наших граждан нуждающихся наверное это вот тот результат и отражение той действительности которая происходит при формировании трехлетнего бюджета нарушение действующего законодательства касается в том числе когда вы вносите проект закона и глава точнее вносит а вы являетесь официальным представителем но не может быть так что из 21 госпрограммы только у 10 госпрограмм есть паспорта а 11 госпрограмм носят проектный характер о чем мы говорим мы голосуем с вами за принятие проекта закона мы голосуем с вами за целесообразность вообще формирования 21 госпрограмм о чем сегодня сказал Николай Ирдевич я тоже его поддерживаю поскольку у вас на уровне правительства есть оценка эффективности реализации госпрограмм на территории республики Калмытия и когда мы с вами гравируем огромными цифрами с федерального бюджета при этом понимаем что принимая бюджет даже в первом чтении у нас разрыв средств на и недостаток средств на реализацию госполитики и социальной политики это 5 миллиардов рублей это недостаточность лекарственных средств вот здесь вопрос резонный возникает а в чем тогда стратегичность и приоритетность которые в принципе вы должны определять как органы исполнительной власти а честно поэтому ко второму чтению хотелось бы увидеть реальные цифры реальную поддержку и потом уже говорить о том что а не ждать когда у нас снежным комом растет смертность 676 человек и говорить что в республике очень хорошо мы с вами коллеги знаем как можно работать со статистикой как работать с ней когда естественно убыль фиксируется в национальной республике и при этом мы говорим мы удерживаем ситуацию к сожалению правительству республики руководству республики хвастать нечем и в очередной раз я говорю что из 20 сессий когда глава республики присутствовал только на 16 а при принятии стратегических документов трехлетнего бюджета главы республики нет и при этом мы говорим о том что это важный документ трехлетний а мы с вами после принятия бюджета в первом чтении поедем в район и будем встречаться с гражданами несмотря на комит ситуацию и проводить приемы граждан и когда наше население задает вопрос а вы принимаете бюджет и при этом вы не отстаиваете ни одну цифру когда нам хвастать нечем что даже в параметре в первом чтении у нас по госпрограмме развития сельского хозяйства минус развитие здравоохранения республики минус соцполитика минус и где же меры республиканской поддержки поэтому Несмотря на как вы говорите сложность ситуации в которой вы работаете хотелось бы ко второму чтению увидеть реальные цифры и реальную поддержку наших граждан спасибо спасибо мы завершаем выступление нет больше желающих то есть правительство нет а я прошу прощения пожалуйста я прошу прощения добрый вечер Андрей Васильевич уважаемые коллеги включили как у вас поскольку поднимаю вопросы касаемо образования хотелось бы пару лет первое по поводу изучения родного языка Батрис Сергеевич вам ну школьную хочу пояснить просто поскольку мы транслируем на всю республику школьная программа это школьная программа центр развития родного языка это абсолютно другое и у них никакого отношения не есть к изучению к преподаванию флористского языка в школу методику здесь нужно необходимо обвинять методику преподавания родного языка а все это куется в стенах школы кабинета и здесь больше вопросов конечно же к членам родного языка но это абсолютно другое уже мы с вами обсудим отдельно касаемо школьного питания коллеги у нас горячее школьное питание с первого по четверти абсолютно бесплатно нашел вы меня извините мы что здесь ближе друг или ремни друг друга николай депутат не имеет права обсуждать мы же не проживаем пять минут а за ним учитывая по поводу школьного питания все таки я хочу сказать что у нас не сосисками кормят уж поверьте здесь два директора у нас есть мясо я еще раз говорю питаются сосисками в себе они здесь в каждой школе есть разная комития которая отслеживает школьные питания спасибо надо уважать друг друга вообще-то уважаемые коллеги мы договорились что давайте уважительно относиться друг к другу значит если больше нет желающих выступить я хочу представить комитета предоставить слово на комитете тоже очень много пожеланий было они часть повторились сегодня но это для пользы дела пожалуйста добрый день нагрошенные коллеги вчера мы рассматривали вопрос на комитете было очень много вопросов задано первым заместителем подсак правительства министр финансов тоже очень долго шел комитет и на полтора состоял больше я думаю что сейчас я дал ответы найти на все вопросы ну и были много замечаний которые будут чтены во втором чтении премьер обIS 22-й последующий 28-й на стекле после ну комитет наоборот по правам республики мы побеждали закон политики в основном р�� закон республика olnутке Россия Россия решила рекомендовать наоборот парламент республики калмыки принять закон проект первого начнения второе рекомендовать правительство республики коллектив доработок проект закон и служить в Санкт-Петербургском бюджете 22-й и плану 23-24-й годов. Ко второму чтению поступили замечательные предложения. Уважаемый коллеги, комитет огласил на решение. Не возникло противоречия. Прошу подготовиться к голосовым карточкам. Кто за? За. Кто против? За. Кто воздержался? Четыре. Не получается. Еще раз. Кто за? За. За один. Все, воздержался четыре. Все, решение принято, уважаемые коллеги. Мы, министра финансов, попросим присесть. Мы, я думаю, до перерыва сможем рассмотреть второй вопрос, который соприкасается с тема по теме, с третьим вопросом. И дальше уже, после перерыва, будем выставать дальше. Что касается оттого чтения, уважаемые коллеги, я как председатель, с совместителями посоветовалось, мы планируем заседание на 9 декабря. Так что выстраивайте свои отпуска, другие дела. С таким расчетом, что не 9 декабря будет второе заседание сессии. Вернее, второе, смотрите, во втором чтении вы заседаете, очевидное, два шестого лица. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем рассмотрение вопроса. Полоз номер два о проекте закона о бюджете территориального фонда обязательного месяца оформления на 22-й и планах 23-й засчет. Гордов докладывает Девшебаев, Сергей Короевич, директор этого фонда территориального фонда. Пожалуйста, Сергей Короевич, вам 10 минут. Остальные вопросы и выступления установлены в порядке. Сергей Короевич, пожалуйста. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашения. Вашему вниманию представлен проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики на 2022 год и на планный период 2023-2024 года, который разработан в соответствии требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об обязательном медицинском страховании Российской Федерации, Федерального закона о размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, Проекта федерального закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Российской Федерации на 22-й и на 1-й период. Проекта постановления правительства Российской Федерации по программе государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на 1-й период 2023-2024 года. Проекта федерального закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Российской Федерации на 2022 год и на 1-й период 2023-2024 года сформирован в соответствии с принципом сбалансированности бюджета по доходам и расходам. Прогнозированная сумма доходов бюджета Фонда Республики на 2022 год составит 3,833,798,000 рублей, что на 219,480,000 рублей больше, чем в текущем году или на 6,1%. На банный период доходы прогнозируются в сумме 4,042,000,000 рублей и 4,281,000,000 рублей соответственно. В том числе, первое, это налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 26,802,900,000 рублей, что на 10,094,000 рублей больше, чем в текущем году. На плавную период данные доходы прогнозируются в сумме 22,810,000 рублей и 23,722,000 рублей соответственно. Доходы прогнозированы на основании фактического поступления за 2019 год и за 8 месяцев текущего года с учетом индекса потребительских цен в соответствии с среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года. Второй источник доходов – это фрагменция бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в исполнении из бюджета Федерального фонда предусмотрена в размере 3,688,119,000 рублей, что на 173,860,000 рублей или 4,9% больше, чем в текущем году. На 2023 и 2024 года объем в сумме в сумме составит 3,980,030,000 рублей и 4,120,259,000 рублей соответственно. Между прочими бюджетные трансферты, передаваемые бюджетом от государственных небюджетных фондов, законопроектом предусмотрены в 2022 году в сумме 123,940,000 рублей, что на 40,580,000 рублей больше, чем в текущем году. На 2023 год данная сумма прогнозируется в объеме 130,137,000 рублей и в 2024 году 137,945,000 рублей. Четвертое – это возврат остатков суббенций прошлых лет в бюджете Федерального фонда на 2022 год предусмотрен в сумме 5,057,000 рублей. На плановый период в 2022 году 194,000 рублей и в 2024 году 202,000 рублей. Общая сумма расходов, запланированных на 2022 год, составила 3,833,798,000 рублей. Или 100,9 в уровне 2021 года с учетом внесенных изменений в словно бюджетной росписи. В 2023 году расходы составят 4,042,000,000 рублей и в 2024 году 4,281,725,000 рублей. Бюджет фонда «Искурска мульт» включает следующие виды расходов. Это первое – это расходы по подразделу общегосударственного опроса. Расходы по аппарату органов управления государственным бюджетным фондом, которые планируются на 2022 год в сумме 36,2,000,000 рублей или 2,6% в форме текущего года. На плановый период расходы планируются в размере также 36,2,000,000 рублей. Увеличение расходов по обеспечению выполнения фондом своих функций в 2022 году состоятся на с планируемым приоритетом основных средств для повышения защищенности государственных информационных систем о компьютерных атак в соответствии с указаниями Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также повышение зарплаты по указам главы и службы коммуника. Второе. Расходы по финансированию подразделов и другие вопросы в области здравоохранения на 2022 год составляют 3,797,000,000 рублей или 100,9% в форме текущего года. В 2023 году расходы составят 4,6,000,000 рублей и в 2024 год 4,245,000,000 рублей. Из них за счет средств субвеса из Федерального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмытия в 2022 году планируется набрать 3,652,000,000,000 рублей. В 2023 году 3,854,000,000 и в 2024 году 4,084,000,000 рублей. Из них расходы по финансированию страховых медицинских организаций, заключивших в договоре финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в 2022 году предусматриваются в сумме 3,144,000,000 рублей или 105,8% в экономичном показателе текущего 2021 года. На 2023 год 3,3,321,000,000 рублей и на 2024 год 3,519,000,000 рублей. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций предлагаются в объеме 1% средств, поступающих в страховую медицинскую организацию. То есть в 2022 году это будет сумма составлять 31,131,000,000 рублей, в 2023 году 32,881,000 рублей и в 2024 году 34,848,000 рублей. Расходы на финансовое обеспечение расчетов за медицинскую помощь, оказанные лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан более обязательное медицинское страхование за счет средств на мировую страховую запасу бюджета фонда Республики Калмыкия на 2022 год предлагается в сумме 507,206,000 рублей на уровне текущего года. В 2023 году за счетом индекса дефилата 532,566,000 рублей и в 2024 году 564,520,000 рублей. За счет качеств поступлений бюджета фонда на организацию обязательного медицинского страхования на территории субъекта Республики Калмыкия в 2022 году планируется направить 125,133,000 рублей, в 2023 году 131,378,000 рублей и в 2024 году 139,36,000 рублей. В том числе на размещение затрат на мировую страховую запасу бюджета фонда направлено на оплату предъявленных счетов медицинских организаций Республику за медицинскую помощь, оказанную в лицах, застрахованную на территории других субъектов, в 2022 году предлагается направить 123,940,000 рублей, в 2023 году 130,37,000 рублей и в 2024 году 137,945,000 рублей. На финансовое обеспечение ТЭР-программы обязательного медицинского страхования за счет налоговых и не налоговых доходов в 2022 году планируется направить 1,193,000 рублей, в 2023 году 1,241,000 рублей и в 2024 году 1,290,000 рублей. На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного образования медицинских работников, по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, в 2022 году планируется направить 20,550,000 рублей, в 2023 году 21,374,000 рублей и в 2024 году 22,229,000 рублей. Принятие закона Республиканского бюджета по бюджете ТЭР-фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на главный период 2023-2024 года потребует расходов республиканского бюджета на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2022 год в сумме 1,353,072,000 рублей, в 2023 году 1,407,448,000 рублей и в 2024 году 1,464,005,000 рублей. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Сразу вопрос. Коль мы все имеем консолидированную ответственность при принятии бюджета и при принятии бюджета фонда медицинского страхования, мы должны понимать вместе с вами, как вы будете ликвидировать те правила, о которых мы говорили на комитете. Вместе с МИДФИНом, с министром здравоохранения, в части ликвидации кредиторки и не наращивание этой позиции, а ее ликвидации. Вот так одевизованным вопросом. Очень коротко. Планируете и как? Значит, в августе месяце был подписан совместный приказ между Министерством финансов Республики Калмыкия, Министерством здравоохранения и фондов, где был составлен график погашения кредиторской задолженности, начиная с сентября месяца и заканчивая делом по угодям следующего года. Это кредиторская область касается второй статьи, то есть уплаты налогов на заработную плату. Этот приказ ведет до всех лечебных учреждений. В план финансово-хозяйственной деятельности в лечебных учреждениях внесены соответствующие изменения. И пока на протяжении сентября, октября месяц мы финансируем по этому графику и строго контролируем. Это касается кредиторской задолженности по налогам. Значит, в части другой кредиторской задолженности, кроме как лечебные учреждения изыскивают какие-то внутренние возможности, у нас уже говорили, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оказывает достаточно серьезную помощь. То есть в этом году уже нам поступило порядка 272 миллионов, которые не были предусмотрены в нашем законе изначально. Сегодня 155 миллионов будем распределять. Часть этих средств также в лечебном учреждении смогут закрыть педикторскую задолженность по медикаментам и приобрести дополнительные медикаменты, в том числе на борьбу с ковидом и на плановых больных. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста, согласитесь. Уважаемый Сергей Петрович, а с чем связано увеличение платежей за неработочное население? Это один вопрос. Второй вопрос. Раскройте, пожалуйста, направление средств по неподранной части. Третий вопрос. А когда вы утвердили программу возгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи? Третий вопрос. И четвертый вопрос. Скажите, направление Комс вы рассматриваете, параметры, что вы сняли? Спасибо. Платежи за неработочное население, они изменены в связи с тем, что у нас вырос по душевой новой актив финансирования. То есть, получается, на 30 миллионов увеличилось платежи за неработочное население. Соответственно, за счет федерального фонда платежи за работающие увеличились на 173 миллиона рублей. То есть, чисто арифметически вы подтянули количество... Норматива. Да, да, да. То есть, у нас произошло сокращение численности расстрахованных, но за счет увеличения подушевого норматива у нас произошло это ограничение. Так, по непрограммной части... Ну, у нас все, в соответствии с программой финансируется госгарантии. Так, ну, теперь эта программа госгарантии на следующий год еще не утверждена, она разрабатывается. Еще я вначале сказал, что мы ссылались на проект программы государственной гарантии Российской Федерации, то есть, на федеральном уровне тоже этой программы еще нет. Соответственно, в соответствии с законом, до 31 декабря мы должны утвердить свою программу. Направление, да, мы в июле месяце правление собирали, и протокол у нас есть, проект бюджета мы рассматривали. Трехлетнего? Да, да, трехлетнего. В июле месяце? В июле месяце. А что ж тогда поздно вносите закон на эти нормы? Мы вносим свой бюджет одновременно с республиканским бюджетом. То есть, 27 октября мы два бюджета вносили. Также по закону о бюджетном процессе мы до 1 ноября должны внести свой закон. Спасибо. Хорошо. Еще вопросы. Если нет, выступлите, пожалуйста. Ну, на... Можно? А, пожалуйста, Александр. Уважаемый Сергей Короевич, ну, каждый год мы утвердаем с вами трехлетний бюджет, да, бюджет ФОМСа вместе, как вы правильно сказали, одновременно с проектом бюджета. До 1 ноября, конечно, есть сроки внесения в законодательный орган, но в связи с тем, что у вас в июле месяце прошло правление ФОМСа, и у вас была возможность оперативно и в оправочем порядке ознакомить депутатов, я думаю, что этой возможностью надо пользоваться. Объясню почему. Потому что, когда вы ссылаетесь на то, что платежи за нерабочее население увеличились просто потому, как вы говорите в связи с тем, что увеличился средний расчет среднедушевого расчета, да, вы же за этим понимаете, что игра с цифрами для формирования трехлетнего бюджета, к сожалению, не отражает реальную ситуацию здравоохранения в республике. Что касается Сергея Короевича все-таки правления ФОМСа, возможность у вас есть встречаться с депутатами и превышать максимальное количество депутатов для того, чтобы обсудить, поскольку вы на сегодняшний день являетесь тем мостиком, который дополнительно помогает нашим лечебным учреждениям справиться с той ситуацией, которая возникла в системе здравоохранения республики. Поэтому, Сергей Короевич, прятаться за, скажем так, сроками не стоит. Надо подумать о том, что, имея такой ресурс, и у вас есть возможность, вы столько лет работаете, дополнительно выделить, попросить выделить дополнительную субвенцию на поддержку здравоохранения, целевую, для республики Калмытия. Поэтому нужно пользуются и работать в этом направлении. Спасибо. 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 Если больше желающих выступить нет, вопрос был рассмотрен на заседании комитета по бюджету. Пожалуйста, Валерий Александрович, представитель комитета. Спасибо.